Илюха, я не знал, что ты ее сюда запустил. Сынок, ты же мне внутреннюю часть чистишь, а надо вот здесь чистить. Давай, помогу тебе. Давай, давай, давай. Сейчас 11.23, сегодня у нас 22.03, мы вышли прогуляться. Потом у меня встреча, потом несколько встреч, а сейчас пока что... Да не, кто тут на мотике? Ты видел эту собаку? Уже и на камере не видно. Поехали туда. Нам уже дали поиграться вот этой вот машинкой, а где-то у нас желтый уехал куда-то. Где-то там, а, вон там. Он тебя не узнал в черной куртке, давай ему перчатки оденем. Ты уже опоздаешь? Я опоздаю. Все, давай. Все. Я наберу потом. Хорошо. Вы, если что, будете там в парке? Да, 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 будем прогуливаться. Жду тебя. Мне сложно навстречу. Сколько? Ну, после твоей. Я стоял и разговаривал по телефону, поворачиваю голову, он как укатил. Вообще, просто без границ парень, решил выбрать свой путь. То есть, у меня какая-то здесь вкуснятина, да? Вот эта верхняя твоя вкуснятина. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Эта улыбка твоя чересчур очень нравится. Так, все, мы двигаемся домой. Погода резко поменялась. Я думаю, будет дождь. Так не хотелось бы, чтобы был дождь сегодня. Надеюсь, его не будет. Старожилы двора. Давай спать. Еду в Крюков, встречусь с Пашей. Вот. Дальше, я думаю, посмотрим. Дождь. Все-таки я говорил, что будет дождь. Начался дождь. Блин. Не хотелось бы, чтобы сегодня был именно сегодня дождь. А как пить на судьбане? Кофе заехал взять. Ты мне кофе взять решил? Я возьму тебе кофе. Я не пью кофе. А что? Блин, я уже иду в эту машину. Мне надо туда. Думал быстро взять печеньки к Паше. Встретил Женю. Я думаю, это минут 10 задержка. Не, ну диван классный. Шторы, это тоже классно. Ой, царский, царский свет. Я у Паши в гостях. Я скажу, что тут он, конечно, задел хороший ремонт. И надо будет сделать обзор на эту комнату только тогда, когда он уже его завершит. Слышишь, Паш, так я нашел офигенный фон в студию, где я буду пилить обзоры на DJI Mavic, на DJI Osmo, на другие все полностью комплектующие, там, Ziyun, Futec. Я нашел это место. Сколько стоит аренда? Только сто, я буду ставить сюда ближе. Ну да, чтобы... Всем привет, меня зовут Антон. Мы сегодня будем делать обзор на офигенную треногу. Она может делать вот так. Она может раскручиваться. Сразу дизлайк получу. О, солнышко вернулось. Дождь прошел, а это значит... Дэн, поехали. Сейчас мы будем двигаться к бабушке. Дэн останется с бабушкой, а мы поедем на шоу, которое называется Secret Show. Мои ожидания по поводу этого шоу, я думаю, что будет неплохой стендап. Как обычно, юмор может быть даже ниже Плинтуса. Может быть черный юмор. В общем, это шоу для взрослых. Я думаю, что команда КВН, которая раньше была как Лукас Тим, они в лиге... Как она? Лига смеха. Вот, они засветились как Лукас. Сейчас я не знаю, как они... Сборная Кремичуга называется. Но я думаю, они должны показать неплохой класс, потому что они в этом бизнесе уже около 10 лет. И я думаю, что формат у них должен быть хороший и, в принципе, уровень. Посмотрим. Я потом скажу свое субъективное мнение. Ты нашел обезьянку, похожую на тебя? Ну, мы все обезьянки, сынок. А я и забыл за эту штуку. Спасибо. А сколько я здесь прожил в общей сложности? Где? Ну, вот на пожарке. Ну, когда ты родился? С 92-го года. Я прожил здесь около... 18 я отсюда уехал, грубо говоря. Но 18 лет я здесь прожил. С employать птицом. Прячь в следующем году. Вот так вот. Всего они не прошел. Я тут уже не знаю. Если ж, ты тут не знаешь. В общем, я знаю. Так вот я здесь прожил. Н母 птицает. Я тут не знаю. На фанга. Птицает. Погода вообще странно как-то меняется, но опять же, это весна, это весна, и я могу сказать, что я пока летал, так замерз. Не знаю, получится тебя спросить или нет, типа, чего ожидаешь? Не знаю. Вообще, да, не знаю? Может, просто отдохнуть, посмеяться? Наверное, да. Еще раз, секрет. У нас что-то не срастется. Вся сумма. Лера, чем вы занимаетесь? Чем вы делали ремонт? Отлично. Да, хотел сказать, пока не забыл. Давно я уже не был на сцене, и вот этот адреналин, конечно, серьезно вырабатывается. Это последний раз я выходил на сцену 5 лет назад, и когда ты начинаешь выходить, вроде там импровизации и так далее, чувство такое, конечно. Это будет субъективное мнение, оно не призвано никого обидеть. Это вот, скажем так, информативно, и лично я думаю, что вот так, так, так и так. Так, шоу отличное, если все брать вместе. Делится на три этапа. Это вот начало, потом стендап, просто какие-то скетчи, стендап и потом уже импровизация. Скетчи. Вот мне показалось, что там играл один Юра. Как-то, либо они не смогли сначала качнуть зал, Юра, и там второй чувак, я не помню его имя. Короче, вот классно. По стендапу Дима Зубов, по-моему, если я неправильно назвал, Сергей Утянский, и еще там кто-то был. Короче, вот по стендапу вот классные. Вот, а импровизация, вот импровизация, на то она была и самая мощная. Вот на что стоит пойти, именно посмотреть секрет-шоу. Юмор там вот классный, по-своему. Есть, конечно, и высокий юмор, и низкий частично, как бы больше. Слушай, мне понравилось, что был мат, импровизация, это было вот нечто, импровизация, это было самое классное. А еще я заметил такую штуку по стендапу. Если ты берешь какие-то вещи, которые вот как-то там без паузы говорить, или не держать вот аудиторию правильно. Опять же, я последний раз был на сцене лет 5-6 назад, вот прям, чтобы четко, ну, не считая Китай, да. Вот, тогда я еще помнил, как это все делается. Я их понимаю, это очень-очень нелегко, но вот стендап это вот классная штука, и я заметил, что если правильно держать темпо-ритм, паузы и так далее, вот с этим лучше всего, как по мне. Это справился Серега Утянский и Дима Зубов, вот идеально, вот идеально. В целом шоу классное, скажем так, расслабиться, отдохнуть, супер, рекомендовал бы, вот всем, кто любит юмор. Мы приехали в магазин, а он, оказывается, не работает. Куда поедем? Еще одно АТБ на рынке? На рынке только, да. Так, мы только вернулись, хочу дать небольшую рецензию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!